Слово «безумие», о котором я хотел сегодня поговорить, имеет в культуре очень противоречивое значение, правда? Ну, я напомню вам, наизусть не помню, но, в общем, когда-то мы все в школе проходили. Господа, если к правде святой мир дороги найти не умеет, кто дальше помнит? Вы помните? «Честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой». «По безумным, блуждая дорогам» – это продолжение стихотворения. «По безумным, блуждая дорогам, нам безумец открыл новый свет, нам безумец дал новый завет, ибо этот безумец был Богом. Если б завтра земли нашей путь осветить наше солнце забыла, завтра ж целый бы мир осветила мысль безумца какого-нибудь». Есть такое отношение к безумию в культуре, правда? Ну вот представьте себе, что делать, ну, скажем, мне, психиатру, который читает в Нагорной проповеди слова… Извините, если ошибаюсь. «Кто скажет брату своему «рака», тот подлежит суду, а кто скажет «безумец», тот подлежит гиене углиной». Я принадлежу к профессии изначально, со школьной скамьи, то, что называется, от которой все требуют подтверждения безумия, то есть диагноза. Стало быть, в общем, как-то по изначальному определению. Мы все должны отправиться в гиену огненную автоматом добровольно и без всякого принуждения. И это, на самом деле, очень интересный парадокс, потому что что же все-таки такое безумие? Это болезнь, и какое безумие имеют в виду, по сути, свои и оба завета, и ветхие, и новые? Ну, например, тут, конечно, надо двигаться в первую голову в сторону апостола Павла, которого так интересовало это слово, и который определял, это ясно, да, все помнят, «Никто не обольщай самого себя, если кто из вас думает быть мудрым в веки всем, тот будь безумным, чтобы быть мудрым». Это это безумие имеет в виду Беранже, правда? Стихи Беранже я читал, я не помню, сказал я или нет. Но меня больше из того же первого послания к Коринфинам всегда волновала другая фраза. Или две фразы. «Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо мудрость мира сего есть безумие перед Богом». А что она означает, эта фраза? Ну, в ней же не расшифровывается, ни что такое мудрость мира сего, ни что такое безумие перед Богом. Можем мы ее как-нибудь понять в рамках того, что мы обсуждали с вами на предыдущих лекциях? Как вы думаете? Ну, мы же с вами, в общем, все отчасти, по крайней мере, от мира сего, правда? Что такое мудрость мира сего? Какими словами мы ее называем обычно? Чему мешают? Почему многих так раздражают? Не то, что наши лекции по метафизике, а вообще разговоры о метафизике. Нет? Не раздражают? Ну, потому что люди говорят, это не имеет отношения к жизни. Да, к реальной. Это все глупости, это все не для жизни. По всей видимости, все-таки, под словами мудрость мира сего, мы в первую очередь имеем в виду некоторый практицизм. Правда? Еще их эту же самую мудрость называют, скажем, технологиями власти, например. И вообще всевозможными всеми всяческими технологиями манипуляций, продаж и так далее, и тому подобное. Мудрость мира сего, это, вне всякого сомнения, и во все времена мудрость чисто практическая. Попробуйте придумать что-нибудь другое. Ну, в чем еще может быть мудрость сего мира? Да. Ну, там вот искусство выбирать нужную марку автомобиля, это мудрость практическая, нужная в повседневной жизни. А, скажем, искусство искать психологическую или метафизическую истину, это ненужные в практическом смысле вещи. Поэтому, ну, в общем, во все времена подавляющее большинство людей, они и не интересовали. Ну, можете какими-то своими словами подбирать свои представления о мудрости мира сего. Стало быть, что же все-таки имеет в виду Новый Завет и апостол Павел под безумием? Или кто думает быть мудрым в мире, веки семь, простите, тот будет безумным? Что за безумие он имеет в виду? Практицизм? Не-не-не, наоборот. Здесь все прямо наоборот. Практицизм он называет мудростью века в данном случае сего, в предыдущей цитате мира. а безумием он что называет? Непрактичность. Что такое непрактичность? Ну, почему же просто непрактичность? В некотором смысле у нас есть представление о супернепрактичности. Как называются такие святые? Супернепрактичные. Среди. Юродивые, конечно. Да, если хотите, юродивость это некоторая полярность. Прямая полярность именно потому она и святая. Хотя, в общем, о ней спорное существует. Мне, не я. Как среди ортодоксальной церкви, так и среди моих коллег, не стану скрывать. Ну, во всяком случае, если хотите, может быть, о юродивости стоит поговорить на отдельной лекции, потому что время у нас будет. Тем не менее, так это и называлось. Правда, во все времена, со времен Платона, если я не ошибаюсь, священно безумие. Священная одержимостью, одержимостью духом. Собственно говоря, ну, вряд ли апостол Павел в том числе хотел сказать, что все должны быть одержимы. Хотя, в том же послании к Олимпинам, если вы внимательно почитаете, то найдете очень много всяких разных вещей, которые сегодня у нас сочтут ярко антисоциальными. Я их предпочитаю вспоминать. Да? поскольку Павел предлагал отказываться истинному христианину от ценностей семьи, в том числе. И писал, и говорил о том, что в жизни это не имеет никакого значения. Но я сейчас не про это. Конечно, маловероятно, что Павел призывал к юродивости всех. А к чему он призывал? Что такое безумие? Посмотрите, чтобы нам просто с вами не запутаться, потому что я сейчас говорю, давайте такое безумие называть священным безумием, хотя у апостола Павла оно просто безумием называется. Неистовство, да. Что имел в виду апостол Павел-то? Ну, ладно вам. Чего? Ну, под безумием. У него же нет понятия священное безумие, неистовство. То есть, человек, человек, все время в состоянии неистовизма? Ну, он находится в состоянии постоянного богообщения, слушает голос Бога и делает то, что ему говорит Бог. Да, и, собственно говоря, жизнь его посвящена тому, чтобы научиться общаться с Богом и, к сожалению величайшему, это состояние мои коллеги всегда считали настоящим безумием, подлинным. И поэтому мне внутренне всегда было так важно немножечко разобраться в этих понятиях. Но не думайте, я совершенно не собираюсь читать теоретическую лекцию на эту тему, потому что она получится очень сложной. И когда я думал сегодня о том, как же все-таки вот объяснить, что является настоящим безумием, ну, не мог же и Христос, и апостол Павел отрицать существование безумия несвященного. Ну, во все времена дети рождались слабоумными, правда, Христос изгонял бесов и задержимых ими. то есть все-таки не всякое беснование совершенно явно можно описать как священное. Так как же подобраться к мысли о том, а что такое несвященное безумие? Ведь смотрите, апостол Павел, переставляя эти понятия местами, мудрость или норму. Ну, мудрость это же в некотором смысле идеал. Правда? Идеал нормы. То есть, собственно, наиболее нормальный человек, мудр, да, в житейском смысле, эта мудрость позволяет ему справляться с неприятностями, неурядицами мира сего. Так что же такое другое безумие? И есть ли оно? Ведь фактически, если смотреть с моей стороны, на это вообще, на все первое послание к Коринфянам, то окажется вот какая вещь по сути. Апостол Павел говорит, что нормой является священное безумие, христианина нормой, а мудрость является сумасшествием. Ну, чтобы не путаться, вы понимаете, о чем я говорю? Не запутал я вас окончательно? А? Запутал? Он же утверждает именно это. Давайте я еще раз прочитал. Ну, любую из фраз. Мудрость мира сего есть безумие перед Богом. Значит, безумие перед Богом есть норма, а мудрость мира сего есть, если хотите, психическая болезнь. Понятно, о чем я говорю? Я просто переиначиваю апостола Павла на свой как бы лад. в чем же это история выражается и проявляется? мы с вами вроде бы вот, да, только что мы сказали в начале беседы, что мы люди от мира сего. И и что вроде бы, я думаю, что ни один из нас в таком законченном виде, я только в самом начале этого долгого пути, сумасшедшим себя не считает. Давайте называть болезнь, сумасшедшим, ну, просто, чтобы не путаться в словах, безумие у Павла и сумасшедшим. и когда я думал, как это объяснить и что для примера можно рассказать, у меня почему-то в голове, ну, разные вещи всплывают. В голове у меня всплыл Андрей Платонов с Чевенгуром, поднимите руки, кто читал хотя бы в школе. Три человека есть. Почему не читали? Признавайтесь. А нет, те, кто давно учился Чевенгуру, проходить никак не могли, это точно. Ну, вспоминайте, кто читал, чего происходит в Чевенгуре. Это что такое вообще за роман? Он о чем? Кто-нибудь помнит? А роман этот совершенно потрясающий, очень страшный для меня вообще, если честно, нет на свете писателя страшнее, чем Батонов. Я его и до сих пор боюсь. я не верю людям, которые говорят, что они любят Платонова. Платонова, на мой взгляд, любить нельзя, им можно только мучиться, потому что для меня это, в общем, страшные по своей правдивости переживания человеческие. Ну, я не очень был готов, конечно, к тому, чтобы так уж прямо никто не знал, о чем Чевенгур. Ну, в общем, это такая история утопии про то, как 11 пролетариев, 12, 11 пролетариев и 12-я общая жена приходят в некий город под названием Чевенгур, маленький, очень так жестоко и спокойно где-то у меня это было, отстреливаю буржуев. Просто на платоновский язык, он вообще ни на что не похож. Ну, примерно так вот цитирую. Буржуев в Чевенгуре перебили прочно, честно и даже загробная жизнь их не могла порадовать, потому что после тела у них была прострелена душа. Душа у них была прострелена буквально «Очистить мне город от гнетущего элемента», приказал Чепурный «Можно», послушался Пиюся. Он собрался перебить в Чевенгуре всех жителей, с чем облегченно согласился Чепурный. «Ты понимаешь, это будет добрей», уговаривал он Пиюся. «Иначе, брат, весь народ помрет на переходных ступенях. И потом буржуи, они же, в общем, все равно не люди. Вот ты и вспомни, раз есть пролетариат, то к чему же буржуазия? Им же все равно не жить. Это прям некрасиво. Чепурный и Пиюся решили дополнительно застраховать буржуев от продления жизни, имеется в виду за гробом. Они подзарядили наганы и каждому лежачему имущему человеку в последовательном порядке прострелили сбоку горла через железки. Ну, это очень древнее поверье, согласно которым душа живет в горле. И, в общем, даже верили, что человек может ее видеть при определенных обстоятельствах в виде змейки такой особой. Вспомнил я, конечно же, Чевенгур, потому что здесь существует такое явное противопоставление во-первых, этой общины христианству, поскольку 12 апостолов и вообще тогдашней платоновской позиции. И, кроме всего прочего, здесь существует мощная такая мощное противопоставление тому, что мы называли партиципацией по Леве-Брюле. Помните? Все во всем. Вот, на самом деле, весь остальной Чевенгур, после того, как они буржуев перебили, они занимаются поисками коммунизма. Причем поисками коммунизма они занимаются сугубо, обратите на это внимание, в теле. Буквально в теле. Вот, по словам Копенкина, коммунизм надо спускать из идеи Копенкина это один из двенадцати, коммунизм надо спускать из идеи в тело, вооруженной рукой. Дванов, коммунизм живет вещественным чувством в каждом теле. Или вот, например, замечательно. Разве в теле Якова Титоча удержится коммунизм, когда он такой тощий? Это размышляет Пиюся. А вот Луй говорит Копенеру, коммунизм ведь застрял в теле у меня, от него никуда не денешься. И поэтому самое главное, что происходит в Чавенгуре, это их такой постоянный внутренний телесный контакт, попытка, она страшна тем, что она какая-то абсолютно для них естественная, потому что идею коммунизма они не понимают, они не понимают, о чем речь, они пытаются обнаружить ее нерассудочно, они пытаются ее почувствовать, а для этого надо буквально слиться телами. Единственное такое фантастическое допущение в этой утопии, они каким-то образом для пространства романа абсолютно естественно обретают способность двигать дома. То есть вот они сейчас не буду искать цитату, в общем они разрушили улицы и все дома они их носили. Вот они умеют носить дома. И они их носили и все это в конечном итоге стало таким единым тесным конгломератом. То есть город стал состоять как бы стал похож на такой муравейник из кучи домов, которые они пытались слить все время друг с другом, смешать. Поэтому коммунизм вот как это физическое вещественное такое начало оно становится смотрите пока коммунизм говорит Копенкин не стал еще промежуточным веществом между туловищами пролетариями. То есть коммунизм это такое вещество которое должно эти туловища объединить, вклеить в какое-то единое целое. На что это похоже? Как у вас вопрос. вот видите Александр Дванов представлял голые жалкие туловища этих людей единственным существом социализма. да и вообще там полно телесности которая ну в силу того что их 11 и она конечно пропахла вся гомосексуальными отношениями но они как бы они в действительности совершенно асексуальны. это не потребность какого-то сексуального сближения она только там ее можно только угадать а это именно потребность сближения слепания тел в такой единый вязкий комок потому что вот в этом едином вязком комке должен проявиться коммунизм как связующая жидкость они ее выделить из себя пытаются и между прочим работать они не хотят потому что они там говорят что вообще работать буржуи должны на самом деле это мысль такая незаметная но очень пролетарская в действительности и ну как ну кто победил тот и не работает в общем такая простая очевидно совершенно мысль вот вот вечером Дванов и Копенкин встали и поцеловались среди дороги и обоим стало бессмысленно стыдно пожилой большевик пожилой большевик Жеев потолстевший благодаря гражданской войне подошел к Фаэтону и поцеловал Прокофия в его засохшие губы ну и про секс про секс вот после Прокофия после поцелуев Кирей приник груша Кирей приник груша пониже горло и понюхал оттуда хранящуюся жизнь и слабый запах глубокого тепла в любое время желание счастья Кирей мог игруша на тепло и ее скопившееся скопившееся тело получить внутрь своего туловища вот это замечательно просто получить внутрь своего туловища и почувствовать затем покой смысла жизни вот это замечательно да вот и грушина тело получить внутрь своего туловища и почувствовать затем покой и смысл жизни. Очень со многими это происходит. Кто виной подарил бы ему то, чего не жалела груша? И что мог пожалеть для нее Кирей? Наоборот, его всегда теперь мучила совестливая забота о том, что он не додает груши пищи и задерживает ее экипировку платьем. Себя Кирей уже не считал дорогим человеком, потому что самые скрытые и нежные части его тела навсегда перешли внутрь груши. Что происходит? На что это похоже? Ничего не напоминает? Все-таки христианская тема наших лекций. Соборность напоминает. Чем напоминает? В послании эфесянам, того же апостола Павла. Церковь есть тело Христова. Церковь, собственно говоря, и есть совокупность верующих, которые составляют тело Христова. И опять к коринфянам. Мы многие одно тело. Мы многие составляем одно тело во Христе. Это уже к римлянам посланиям. Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело. Так и Христос. Тело же не из одного члена, а из многих. И вы тело Христова, а порознь члены. Это тоже первое коринфянам. Обе цитаты. В чем разница? Ну, чем кончается Черенгур, вы, наверное, знаете, они все, желая проникнуть друг в друга, в конечном итоге друг друга убивают. Я уж не стану туда погружаться. Но выясняется, что есть способ объединения тел, но он за пределами жизни, за пределами коммунизма. В итоге выясняется, что, в общем, так это не сказано, что коммунизм есть смерть. Потому что... При этом Платонов, между прочим, где у нас это... Вот из статьи. Очень показателен, потому что из его статьи, Платоновской, 1920 года, которая называлась «Христос и мы». Звучит это так. Пролетариат – сын отчаяния, полон гнева и огня мщения. И этот гнев выше всякой небесной любви. «Ибо он только родит царство Христа на земле». Наши пулеметы на фронтах куда выше евангельских слов. Конец цитаты. Это не пародия на коммунизм. Это Платонов на самом деле так чувствовал. Но так как он умел быть честным в своих чувствах, и потому, между прочим, это одна из тех причин, по которой он является и является до сих пор типичным таким писателем, которого очень любят анализировать психиатры. сумасшедший он был или нет. Он видел своих двойников, писал об этом жене. В общем, есть что рассказать о Платоне. Но я сейчас не об этом. Я сейчас о том. Давайте попробуем почувствовать, в чем разница между вот этим коммунизмом Чевенгура и церковью как телом Христова. Более того, конечно, есть общее между Евхаристией и вот этим поиском коммунизма платоновскими героями, потому что да, это одна кровь, которую мы пьем, которая пробуждается во всех. И одно тело, которое мы едим. А Платонов это Чевенгур, это роман, ну, если хотите, я упрощаю, конечно, но о буквальном поедании телами друг друга. В чем разница и в чем отличие? Между прочим, для, я считаю, что для нашей страны этот вопрос себе, конечно, мало кто задает, ну, радикальный ведь вопрос. Важный и невероятно. Потому что вне всякого сомнения, хотим мы этого или нет, но герои Платонова убивают других людей и медленно сходят с ума. Правда? Никто из них по всей видимости не был там ни гомосексуалистом. Ну, у каждого из них есть своя история. Я сейчас не буду это дело пересказывать. Ну, все как бы отчасти похоже на историю апостолов до Чевенгура, вы Чевенгура. Конечно, написаны тома и тома исследований литератур ведческих. Куда мне до них? А есть еще вот этот я даже не знаю, как его назвать. Какой-то растительно-естественный язык Платонова, который с одной стороны можно ложками кушать, а с другой стороны, который запутывает и сводит с ума. Но дело-то не в этом. Дело в том, что герои-то все равно сходят с ума. В чем разница между церковью и Чевенгуром? В чем она, эта противоположность? Ну, мы хотим тело Христово. Они ищут в своих телах коммунизм. Коммунизм, сатана. Ну, опять, что такое сатана? Был ли Карл Маркс сатаной? Ну, в общем, да и вообще, мы же с вами обсуждаем святые вещи, которые, слава Богу, связаны с Григорием Низким, и которые очевидны, да, о том, что, ну, хорошо, там, можно много дискутировать о сатане, но проблема в том, что не может быть у Бога, Христос же Бог, равного противника. тогда у нас получается другая религия, не едино Божия, а двубожия. Не может это выглядели, все, как бы, не там сатана. Ну, и потом, опять, я же все-таки, вы не забывайте, я же не священник, священник может пользоваться такого рода понятиями, я не очень, поскольку я же светский лектор, врач, мне бы суть понять, хотите психологическую, хотите философскую, это, наверное, священник имеет право сказать, сатана, я нет, и желания не имею, и права тоже. Они абсолютно исключают метафизику. Речь идет ровно о том, о чем мы с вами, собственно, говорим на всех этих лекциях. Они пытаются обнаружить в себе некую абстрактную идею, что они пытаются с этой идеей сделать? Не обожествить. Не, они не пытаются ее обожествить. Они делают в Чавенгуре все возможное и невозможное, в прямом смысле этого слова, чтобы ее материализовать, воплотить в теле. А она там не воплощается, потому что идея коммунизма это метафизическая идея, она тесно связана с той же самой идеей церкви, и без нее существовать не может, как отдельное тело. у нас есть один режиссер театральный, очень известный режиссер, поэтому я его называть не буду. Он своих актеров, в некоторых случаях ему это удалось благополучно, поскольку они в общем один врать не буду, потом ко мне попадают. Ну, в общем, короче говоря, суть эксперимента заключается в том, что актеры у него закрываются в медитации, и там они должны внутри себя искать театр. Никакого ужаса, ничего, в общем, так с виду-то и плохого нету. Но есть проблема, внутри у человека не может быть театра, там его нет, потому театр это что такое? Изначально, по происхождению своему. Мистерия религиозная, конечно, античный театр это религиозная мистерия, и все формы древнего театра это, собственно, есть формы богослужения. Разным богам я сейчас не об этом. а театра в европейском понимании конца 18-19 века нету внутри человека. Там есть мистерия. Внутри человека есть сказка, есть миф, есть бог, мистерия. Но некоторого театра с его драматургией, сценографией, в общем, с его светскими практическими материальными законами не может быть внутри человека. Актеров отстель не скажешь? Нет. Ну, на самом деле, это сложная история, подавляя, в общем, ну, как бы, он в итоге, как вам сказать, он собирает Чевенгур. Я не знаю, понимает ли он это сам. Думаю, что нет. Но он собирает Чевенгур, потому что большая часть актеров этого не выдерживает и просто уходит. А те, кто остаются, составляют что-то вроде секты, да, такой, как бы, они в совершенно рабской зависимости от режиссера, и именно этого многие не выдерживают. Имеется в виду, что, ну, вся жизнь должна быть построена вот в аскезе и в обнаружении в себе внутреннего театра. Я сейчас, понимаете, какая штука? Вы не подумайте, что это какой-то момент осуждения. Это вот, на мой взгляд, самое главное, это непонимание некоторых чрезвычайно важных граней. я, правда, если честно, уже как-то рассказывал, грани эти ведь какие? У физики свое место, у метафизики свое. А опыт наш социализма, я всегда, я почему о Чевенгурии, обо всем этом вообще, потому что, мне кажется, это очень важно понять. Вот, весь Ветхий Завет, там, в Яхве, он рефреном, особенно в Таре, в Пятикнижье Моисеевом, непрестанно повторяет одну и ту же фразу. Я, Бог, твой, там, Исака, и... Я, Бог, твой, Исака и Иакова, и помни, что и ты тоже был в рабстве египетском, и я вывел тебя из него. Мы вот никак не хотим понимать, что мы тоже были в рабстве египетском, и что, в общем, только-только начинаем каким-то образом из этого рабства выбираться. Суть, ведь, на самом деле, того, что мы называем материализмом, заключается в том, что мы считаем реальным только то, что существует в области физики, и считаем сумасшедшими всех тех, кто считает, что кроме физики существует что-то еще, хотя понятно, что квантовая физика XX века, ну, в общем, вполне убедительно доказала, что в действительности, как только мы переходим на уровень микромира, реальность перестает быть реальной. ни один из философов так и не смог ответить на вопрос, что же все-таки такое реальность, поскольку параметры реальности это точно такой же вопрос веры, как и любые другие, на самом деле, параметры человеческой жизни. Мы эмпирически договариваемся, что практично, что непрактично, что реально, что нереально, и дальше следуем вот приблизительно этой вере. Но это на самом деле всего-навсего некоторый набор общих разговоров. Мы с вами изначально по ходу лекции говорили, что физика и метафизика это два близнеца, два равноправных партнера. Я поэтому не пользуюсь тем, можно еще пользоваться словами я люблю очень реальность и нереальность. Если внимательно читать Платонова, то выяснится, что безумие наступает тогда сумасшествием. Когда человек отрицая метафизику, полностью отрицая нереальность, пытается воплотить любой ценой образы своего воображения в реальность. что делает Маркса сатаной? Капитал или безумцем? Ну, вообще можно обзавидоваться тому безумцу, который напишет такую работу экономическую как капитал, во многом определившую судьбы цивилизации. Легко сказать, конечно, но разве это делает его сумасшедшим? А что делает его безумцем, сатанистом? Есть такие версии. Его раннего, он в детстве баловался сатанинскими стишками, у нас же никогда не выходило полное собрание сочинений Маркса. Ну, это известный еще из нашей диссидентской литературы советской факты. Давайте я попробую рассказать еще одну замечательную историю, тоже непростую. В 20 век математика. Я отчасти рассказывал эту историю по радио, но я думаю, что не вредно ее будет повторить следующее Черенгурум, вошла через кризис или революцию, связанную с теорией множеств, теорией, которую создал немецкий математик, еврей по происхождению, Георг Кантер, между прочим, родившийся, но совершенно случайно, никогда здесь не живший, в 1845 году в Санкт-Петербурге. Тут его мама родила, и они тут же уехали в Германии. Кантер доказал, не буду погружаться туда, что множество всех натуральных чисел и множество всех вещественных чисел имеют разное количество элементов, то есть, что натуральные числа и вещи это разные множества. Первое определение множества вообще Кантер дал в 1883 году в одном из частных писем. Он написал под многообразием в кавычках или множеством в кавычках я понимаю вообще всякое многое, что можно осмыслить как единое, то есть, всякую совокупность определенных элементов, которая может быть связана в единое целое с помощью закона. И таким образом, я думаю, что множество это нечто родственное платоновскому понятию эйдос или идея. Фактически Кантер определил множество как совокупность реальных или цифровых математических объектов, обладающих определенными свойствами и имеющих какое-то название, какое-то имя. К похожим идеям еще до появления работ Кантера пришел замечательный русский математик Николай Васильевич Бугаев, который занимался теорией чисел и математическим анализом. Это, конец XIX века, тот же только в России и создание основания московской знаменитой, кто знает или кто имел это отношение, математической школы. Сейчас об этой истории есть уже написаны книги, поэтому я, конечно, перескажу ее очень коротко, поскольку Бугаев, кстати говоря, Николай Васильевич Бугаев был одним из основателей московского психологического общества, первый в России написал статью, посвященную психологии свободы воли, это была не модная в России тема никогда, и связывал, между прочим, свободу воли с такими разрывными функциями в математике, которыми он занимался. непосредственными учениками и продолжателями дела Бугаева, которые учились на его кафедре, были Дмитрий Федорович Егоров, один из самых известных позднее советских математиков, и Павел Александрович Флоренский. Кроме того, наверное, все знают, что сыном и студентом, математиком по образованию профессора Бугаева был Андрей Николаевич Бугаев, который позднее взял псевдоним Андрей Белый и стал одним из основателей русского символизма. Знаете, да? Ну, вот это загадочная история кафедры. Не стану погружать вас очень глубоко, но смысл идей заключается в том, что для того, чтобы множество, математическое множество, приобрело некоторую реальность, в том числе для того, чтобы можно было проводить с ним математические операции, оно должно быть названо, то есть должно получить имя. Из кафедры с кафедры Николая Владимировича, ой, Васильевича запутался, Николая Васильевича Бугаева, берет начало русское интеллигентское имя славия. Та церковь, на самом деле, на том месте, где сейчас факультет журналистики МГУ, на Маховой, да, там был математический факультет, события проходили там, и там же была самая известная в Москве церковь имяславия, где немеславцы могли уединяться и предаваться своим практикам. Сами понимаете, я, если кто хотите, возьмите на сайте, зайдите, посмотрите, посмотрите, нет, послушайте, я сделал несколько передач про эту историю, но я вот что хочу рассказать. Спасибо. Павел Флоренский, позднее священник, отец Павел и его прямой ученик и последователь и тайный священник уже в советское время имяславческой церкви философ Алексей Федорович Лосев верили что определенные способы повторения имени Бога давали возможность человеку войти в его множество, стать частью множества по имени Иисус Христосу. Я не буду сегодня рассказывать как они это делали и что в результате получилось, хотя это одна из самых интересных духовных историй российских вообще. Там были еще много фигур Дмитрий Егоров, позднее Николай Лузин, студенческое общество из которых вышло много имеславцев, а много не имеславцев. Такая знаменитая Лузитания была, в которой родилась великая, правда, великая советская математика. Павел Клоренский в психологической практике и его последователя. Он быстро стал священником и, например, Николай Лузин стал его духовным сыном. В общем, там была своя система отношений. Но я не о них, я просто хочу, чтобы вы поняли, какие иногда материки скрываются за тем, с чем мы незнакомы колоссально. Я рассказываю об этом, потому что и Флоренский, и Лузин, и Лосев были религиозными людьми. Андрей Николаевич Бугаев, белый, религиозным человеком не был. И, по всей видимости, мы смело можем предполагать, что он был убежден в некотором роде, он никогда такого не говорил, это было его тайной, что он был убежден в том, что именование множеств, имеет магическую функцию, и что именуя некие абстрактные сущности, которые существуют в человеческом воображении, человек может воплотить их в реальность. сущности, в эфире. А Николай Лузин писал, «Кажется, что все есть мечта, игра с символами, которые, тем не менее, приводят к великому». Есть как бы две формы игры с символами, обратите внимание. Павел Флоренский, Алексей Илосев были в высшей степени непростыми людьми и мыслителями. Однако, вот при всей бесконечной сложности, противоречивости и просто какой-то невероятной объеме деятельности отца Павла Флоренского, кажется, что нет такой интеллектуальной области от инженерии до химии, где бы он не оставил какого-то заметного рубца и какой-то новизны. Его считали человеком не от мира сего, некоторые посмеивались над ним. В общем, я никогда не слышал, что вы Флоренского называли сумасшедшим. Точно так же и Алексей Федорович Илосев, который умудрился при советской власти всего-навсего один раз немного сидеть. Ну, правда. Всего три года. И не в самые страшные времена. И был чуть ли не единственным человеком, которому можно было при советской власти писать по философии, мифологии, создавать базу, позволяющую проводить философский анализ мифа вообще и античности в частности. В общем, там же колоссальный просто пласт работ был сделан. Я бы сказал, абсолютно идеалистических. Ну, там вики-воки были, конечно. Понятно, все писали в предисловиях цитаты из классиков марксизма и ленинизма. И тоже я никогда в жизни ни от кого не слышал, что Илосев был сумасшедший. А вот с Бугаевым все было как-то гораздо сложнее. Вот Марина Цветаева вспоминает слова своей дочери об Андрее Белом. Анастасия говорила так. Он настоящий сумасшедший. Разве вы не видите, что он все время глядит на невидимого врага? Психоанализ тогда был в большой моде. И Фодосевич, увлекавшийся психоанализом, говорил, что у Белого тяжелый, нереализованный эдипов комплекс. А вот русский философ, замечательный, кстати говоря, и забытый ныне Федор Степун, интересовался работами Блеера по шизофрении. И поэтому считал, что поведение Белого – это аутизм. Вот что он пишет. «Белый всю свою творческую жизнь прожил в сосредоточении на своем «я». Он описывал панорамы собственного сознания. Признаки и теневые фигуры, с которыми всю жизнь боролся поэт – это все разные голоса и подголоски, все разные угрожающие ему срывы и загибы собственного «я», которые он невольно объективировал, и с которыми расправлялся под масками своих, в большинстве случаев, совершенно мнимых врагов. Описывая последнюю встречу с Белым, Степун вспоминает, как для того, чтобы почувствовать собственного двойника, Белый использовал зеркало. «Главное, что осталось от разговора – это память о том, что, разговаривая с нами, Белый ни на минуту не отрывался от зеркала. Сначала, каждый раз, проходя мимо, бросал в него долгие внимательные взоры, а потом уже откровенным образом сел перед ним и разговаривал с нами, находясь все время в мимическом общении со своим отражением. В эти минуты все ответы мне становились всего лишь репликами в сторону. Главный разговор был явно сосредоточен на диалоге Белого со своим двойником в зеркале. Но, тем не менее, скажите, пожалуйста, кто-нибудь из вас когда-нибудь слышал про сумасшествие Андрея Белого? Ну, скажем так, не специалисты, да? Есть такая, я считаю, позорная, впрочем, наука, которая называется фотографией и которая со времен Ламброза выносит диагнозы гением. Такое, ну, не наука, конечно, а такое психиатрическое хобби, когда по результатам творчества или жизни врачи обсуждают, чем же все-таки был болен человек. И то, даже в этой науке, в общем, все эти истории с Андреем Белым начали всплывать только в самое последнее время. Смотрите на этом примере. В общем, тоже можно понять и почувствовать, что происходит. Андрей Белый под влиянием отца и теории множества пришел к выводу, что он может создавать сущности, именуя их. Он создавал их, с ними воевал и боролся, но многие пытливые взгляды это замечали. Однако непытливые, незаинтересованные в близком общении с белым людям люди этого в общем вовсе не замечали. Никому не приходило в голову его лечить. Что происходило с Белым? Казалось бы. Ну, в общем, что-то похожее действительно прав Ходосевич. И описывал Блеер под названием аутизм. Да, шизофрения – это раскол чревного разума, появление второго «я». Со вторым «я» вот есть знаменитое, сейчас, если я ее найду, цитата из Чевенгу. Это то, что они вот обнаруживали в себе в результате поисков коммунизма. Вернемся на секундочку. Через два дня Александр понял, зачем он живет и куда послан. Но в человеке – это знаменитое место такое. Но в человеке еще живет маленький зритель. Он не участвует ни в поступках, ни в страдании. Он всегда хладнокровен и одинаков. Его служба – это видеть и быть свидетелем. Но он без права голоса в жизни человека. И неизвестно зачем он одиноко существует. Пока Дванов в беспамятстве ехал и шел, этот зритель в нем все видел, хотя ни разу не предупредил и не помог. Он жил параллельно Дванова, но Двановым не был. Он существовал мертвым братом человека. Потрясающие у него образы, хотя их безумно трудно читать, на мой взгляд. Это евнух души человека. Я сейчас не буду рассказывать, не хочу переходить на психиатрический язык и говорить, или даже психологический. Герои Чевенгура, мы с вами это сказали, в общем сходят с ума. А что позволяет, ну давайте скажем так, остаться на грани Андрею Белому? Смотрите, он в сущности делает то же самое, только опираясь на математические теории отца. Математические теории же всегда были странными, правда? Что он делает? Он называет какие-то сущности, которые мечутся у него в голове. И считает, что при этом они становятся реальными. и начинает общаться с ними. Что его спасало-то? Что? Творчество. Что он делал? Он выводил это из себя. Ну куда? Смотрите. Существует огромная разница. Он выводил это не в реальность, а в текст. Свои знаменитые романы, начиная с Петербурга, которые в общем роман преследования, романы о том, как человеческое начало преследуется какими-то другими, правда? Правда? Очень может быть, что это позволяло ему избавляться от призраков в зеркале. Смотрите. Он пытался воплотить в реальность какие-то образы. Давал им имена. Но для того, чтобы написать роман. А не для того, чтобы воплотить их вот в тело окружающей реальности, впихнуть туда. И поэтому «Капитал» гениальная книга. Несомненно. А манифест коммунистической партии, которую Федор Тютчев, будучи старшим цензором, запретил переводить на русский язык в России, это безумие. Потому что это призыв к немедленному воплощению в реальность теории, изложенной в «Капитал». Я рассказываю, наверное, об очень непростых вещах. но, на мой взгляд, вещи эти имеют абсолютно непосредственное отношение и к христианству, и к культуре по той простой причине, что, например, без Флоренского, и Лосева, без Замеславцев, русское христианство, в общем, мыслить в высшей степени трудно. Это чистая правда. Но я не только про это. Ведь все то, что я рассказываю на примерах, в общем, уже ставшей классической литературой, можно проследить в нашей жизни гораздо проще и гораздо буквальнее. И это, в общем, для меня, если не каждодневное, наверное, я буду преувеличивать, но очень частая проблема. Ну вот, скажем, включаю канал ТВ-3. Замечательно. Случайным образом занимаясь, как это сейчас правильно называется, запингом. Я не успеваю смотреть телевизор, иногда кнопки переключаю. Вижу там крупное лицо молодого человека. Написано директор психологического центра. Он рассказывает про иерархию чертей. И о том, как эту иерархию можно проследить в этом мире. То есть, это начало быть? Я одно время... Это никогда, на самом деле, на мой взгляд, я... Я нам считаю, что, в общем... Понимаете, какая штука? Человек ведь образ и подобие Божье, правда? Стало быть, вот чего он решит воплотить в реальности любой ценой, тоже он в реальности и воплотит, даже если это будет безумием типа манифеста коммунистической партии. Мы же с вами ведь сейчас, когда обсуждали Платонова, это только один из вариантов воплощения, причем очень честный вариант, когда писатель вот это возможное воплощение в реальности пытался сам додумывать и дочувствовать до конца, что же такое этот самый коммунизм. И вы понимаете, да, что я честно вам скажу, я дальше не стал смотреть это интервью с директором психологического центра. А что вы смеетесь? Это вчера или позавчера, я уж не помню, на днях. Там каждый день такое. Да, и там каждый день такое, я это понимаю. И я-то про что? Я про то, что я легко представляю себе, что там из, ну не знаю, допустим, миллиона зрителей телеканала существует, как это положено, 5% людей с неустойчивой психикой, которые начнут отслеживать, какое отношение иерархия чертей имеет к их жизни. И зря вы смеетесь, и обнаружат это. И еще начнут убивать тех людей, у которых этих чертей скопилось очень много. А еще кто-то, благодаря рекламе, придет на прием к этому директору психологического центра. И там его еще убедят в том, где и как нужно искать чертей. У меня... Сейчас, одну секунду. Я из 90-х годов помню, что я собирал, и сейчас у меня где-то валяется, надо просто выкопать это. Особо безумные инструкции такого рода. У меня где-то лежит такая серьезная брошюра, но страница на 150-е. О том, как надо видеть привидений и духов, которые скрываются повсюду. Там рисунки. Как надо скосить глаза, чтобы увидеть духа на автомобиле. И как его оттуда прогнать, чтобы он, не дай бог, не прицепился по дороге. Это, конечно, смешно, но вот в действительности ничего смешного в этом нет. Потому что те безумные люди, которые сходили с ума во время медитации, во время занятий наших так называемых психологических групп, типа, например, все еще действующие ритмологии, скажем. Такое, да, совершенно безвредное название, которое, собственно говоря, все о том же. Все о том же. О воплощении некоторых сущностей, которые занимаются все той же операцией, что и Андрей Белый. Именование множеств. И если ты это множество как-то для себя назвал, математическое, выделил, привидения на автомобиле, например, то они вдруг начинают для тебя превращаться в реальность. Человек, верящий, что там, не знаю, на разных предметах или разных конструкциях, в разных зданиях, сидят и охотятся на людей разные бесы, обязательно будет видеть этих бесов, будет считать их частью реальности и реагировать на них. Кто-то что-то хотел спросить? Скажите, пожалуйста, о примере, о котором вы говорите все, как здоровые, допустим, вы же примите пример Чехи, черный монах. Вы там были как бы гигитимации совсем другого, если бы вы не говорили, вы с ними разговаривали, с этим черным монахом, с этим и опять понимаете, какая вещь. Но мы физически не успеем сегодня заняться всем литературным пространством и всеми возможными дефинициями. Однако обратите внимание, я всегда при разговоре о черном монахе вспоминаю миф о Зевсе и Семеле. Помните такую историю? Помните, в чем она заключалась? Ну, там простая такая история о том, что Зевс выбрал себе очередную любовницу, любовница это была земной царицей, звали ее Семела, и он приходил к ней в образе мужчины, они занимались любовью, и вообще все у них было хорошо. Но до тех пор естественно, пока об этом как всегда не пронюхала ревнивая Гера, а в общем богине все-таки, поэтому счастье у них было недолгим. и тогда Гера уже в свою очередь приняла вид, не помню, по-моему, базарной торговки, которая принесла семейля чего-то, ткань, драгоценная ткань. и сказала, что вообще-то вот Зевс когда-то был любовником Адонай, и вот перед ней-то он являлся во всем своем царственном божественном обличье. Как бы мы сказали в силе и славе, да? А ей он показываться, видимо, не хочет, потому что ну, не считают ее достойным. И семейля запала эта мысль в голову и стала она на свиданиях Зевса просить, как же так? Я с тобой сплю, дорогой? Ну-ка, покажись мне во всем. Да, дай мне увидеть, с кем я вообще сплю. Ну, и Зевс ее справедливости ради отговаривал, как мог. Ну, и любил, спас, он нет, отказаться никак не мог, он своей семилушке, понимаете. Ну, и когда она его совсем достала своими просьбами, он явился ей во всей своей силе и славе, и что с ней произошло? запомнился. Сгорела она тут же, да, потому что есть в этом один такой тайный смысл, о котором мы говорили, и который, в общем-то, в православии, что-то я давно этого не слышал, но и по сей день по-прежнему минуется духовным пьянством. Что хотела Семела-то? Она же не просто хотела увидеть любимого в подлинном облике. Чему она завидовала? Потому что кому-то он показался, а ей нет. Значит, она не имеет над ним полной власти, над Зевс. Есть некая претензия, в том числе и у черного монаха, вот в таких его собственных отношениях с Богом. Над этим, мне кажется, издевается Чехов, который всегда немножко издевается. В этом его безумие в том, что он ну, как бы замкнут своих отношениях с Богом. Вот они там тусуются вдвоем, сады сажают, в общем, им хорошо, а для других людей дела нет. Ну, сами понимаете, я же это предельно упрощаю. Бог приходил к Семеле как равный. Флоренские и меславцы очень дорогие и близкие мне внутренние люди хотели быть частью божественного множества. Они не пытались стяжать Бога для себя. Они хотели почувствовать себя частичкой и говорят, что им это удавалось. но не это самое главное. Самое главное ведь в том, что существуют некоторые законы. Не хочу их называть божественными, поскольку божественные законы неведомы. Немножко проще, чуть-чуть говорить о законах метафизики. Ну, например, человеческая попытка немедленного воплощения в реальности некоторых идей грозит безумием. Как личным, так и социальным. Вот человек смотрит по ТВ-3 на директора психологического центра и говорит, о, теперь все понятно. Вот же они, черти мне мешали. От этого я, например, и пью. Ну, скажем. Все ясно. И это значит, что он сошел с ума. Потому что вот эта вот ясность и есть безумие, поскольку она наполняет непознанное метафизику конкретным материальным содержанием из привычной человеку реальности. Маленький, черненький, из хвостов. Только чтобы на меня не перепрыгивали. конечно, но не просто название, ведь название дал другой, а человек начинает воплощать это в своей реальности. Смотрите, это и есть мудрость мира сего. Из апостола Павла я же хочу вернуться к тому, с чего начать. Что такое мудрость мира сего или практичность? Это я вот этих всех разговоров о депознанном, о метафизике слушать не хочу. Я хочу конкретно черти, черти, духи, духи, вот это попытка свести всю мудрость к мудрости мира сего, то есть только к одной лишь физике, она, на мой взгляд, по апостолу Павлу, и есть подлинное сумасшествие или мудрость мира сего, когда мы все сводим только к этой мудрости и никакая другая нас не интересует. То, что делают герои Черенгура, они некую идею пытаются ощутить, нащупать буквально в прямом смысле этого слова самом материале, если рядом нет людей, они щупают вещи, там паровозы, уж не помню, кто говорит там, что вот я бы хотел быть паровозом и каждое утро обнимать паровоз, потому что тогда я чувствую его силу, такое, в общем, очевидное для нас качество, но им насыщена вся жизнь, только в нем смысл, только в этой, да, в чем суть этого эксперимента 12 апостолов коммунизма в Черенгуре, нащупать любой ценой друг в друге, выдрать друг из друга, буквально вынуть из черепов, скажет в конце романа, реальность коммунизма, достать его оттуда любой ценой. что я хочу сказать в этом смысле важного. Существует некоторый закон воплощения текстов разных, в том числе и гениальных, типа капитала Карла Маркса в человеческой реальности. Это закон некоторой временной задержки. Тексты, там, не знаю, Киркега сто лет лежат всеми забытые и никому не нужные. Вдруг в них находят предшественников мышления первой половины философов, первой половины XX века предшественников экзистенциализма. И Киркега становится одним из важнейших философов XX века, хотя жил вовсе в XVIII. Идея человеческая не может быть сразу, немедленно воплощена в реальности. Почему? Да потому, что она эту реальность разрушает немедленно. Все идеи, более или менее значимые для человечества, воплощаются с некоторой временной задержкой. А если они воплощаются немедленно, они оборачиваются безумием, в том числе безумием революции. Каков же единственный способ воплощения тех идей, которые почувствовал человек? мы об этом с вами говорили в прошлый раз и сегодня, и поэтому я начинаю с Платонова и Белого. Это текст. Текст это совершенно особая форма воплощения, это прозрачное воплощение. Как вообще любое художественное произведение или произведение искусства. Помните, мы говорили в прошлый раз, да, что раз человек соль земли, то главной его деятельностью является придание вкуса жизни, творчества, творческое разнообразие. Воплощение идей в искусстве лишено вот этого самого физического компонента власти, если вы помните предыдущие лекции. искусство, если оно искусство, не может стремиться к власти, а если оно стремится к власти, то оно в общем не искусство, а идеология. Правда, это разные вещи. И поэтому белый не став христианином, в отличие от других учеников профессора Бугаева, возможно, вопреки папе, это в общем совершенно нормальное отношение детей и отцов. ведь Флоренский, Егоров не были же детьми Бугаев. Он пытался именовать свои множества, создавать сущности, но не сошел с ума, потому что выплескивал их на странице романа. Хотя, конечно, некоторую странность ему эта игра с сущностями, которых он именовал внутри себя и пытался почувствовать в реальности, несомненно, предавал. Но это была такая внутренняя игра, ей дело ограничивалось, потому что выплескивалось в творчество. Ну и, конечно, не обязательно, это я для простоты именую продукт творчества текстом. На самом деле таким продуктом может быть все, что угодно. Все тот же посаженный сад, построенный дом, макет, схема, техническая модель, математическое уравнение. Ведь построенный дом, собранная библиотека, сказал я себе, никаким образом не программируют, например, судьбу детей, на которых направлено наше творчество. Они могут воспользоваться всем этим, могут понять наше послание, но это вовсе не обязательно. Как только родитель пытается правда добиться от своих детей, чтобы они были именно такими, каким он их задумал. Не дети, детям тоже бывает не слажко, но родитель сходит с ума. Никогда не замечали. Он пытается выполнить невозможное. Он пытается вылепить свободное существо. Это не значит, что мы не должны лепить своих детей. Это значит, что четко поставленные нами задачи почти никогда, или точнее говоря, никогда в полном объеме не могут быть выполнены, потому что мы не программисты. Это попытка вот сама по себе из ощущений, которые человек получает из области метафизического, можно извлечь только соль. Поэзию, живопись, текст. Если мы пытаемся из этих своих ощущений извлекать реальность и создавать реальность, мы получаем безумие, то есть галлюцинацию. на самом деле есть довольно много людей, которые склонны, ну, скажем так, отрицать существование метафизики или Бога, или активно все это не любить. но проблема заключается в том, что никакого чисто прагматического или рационального или конкретного мышления самого по себе не существует, или оно очень быстро превращается в безумие. мы, если у нас нету вот этой самой загадочной метафизики, мы с вами не то, что стихи, стихи мы точно читать не сможем, потому что они превратятся в сплошную билиберду, мы никакого текста прочесть не сможем по той простой причине, что каждый текст, особенно русский текст, полонолюбий, и аллюзий и намеков, эмоциональных оттенков, которые в тексте прямо не написаны, которые мы каким-то образом через общее для культуры чувствуем. А это метафизический компонент. Никаким рациональным мышлением его не объяснишь. Слова это не система кубиков, которые прилеплены друг к другу. Вот в чем загадка из речения апостола Павла. мудрость, мудрость, накопленная миром всем, не в состоянии объяснить самых важных в жизни вещей. Того, что с нами случается, того, что написано в книге, и самое главное, как мы это понимаем. я над ним из типичных примеров очень часто пользуюсь. ученица Юнга Мария Луиза фон Франц вспоминает в своих лекциях хироманта. И вот волею судеб, я когда это читал, я смеялся, потому что у меня в жизни был точно такой же хиромант, точнее, хиромантка. Суть истории Марии Луиза фон Франц заключается в том, что ей она встретилась с блестящим хиромантом, который, посмотрев на ее руку, там долгое достаточно время, абсолютно точно рассказал ей, профессору психологии, по крайней мере, о тех событиях, которые были у нее в прошлом. Ну, там двое детей от первого брака, от второго брака нет детей, хирургическая операция, я всего, может быть, не очень точно помню, хирургическая операция, там, в какую-то дату определенную на том самом органе, который был указан. И тогда она, которая, следом за Юнгом, всю жизнь занималась совпадениями, предсказаниями, синхронистичностью, старалась с ним подружиться и стала его допрашивать, как он это делает. И он ей однажды признался, что периодически количество переходит в качество. И это вот уже признание моей хиромантши. Это она так назвала, потому что это наша советская диалектика. что она имела ввиду? Она имела ввиду, что когда ты очень долго и очень упорно пытаешься в чем-то разобраться, то количество информации, которую ты знаешь, становится настолько велико, что ты просто физически не можешь ими пользоваться. я когда-то и по радио есть у нас очень много учебников, книжек, там, Алан Пис по искусстве читать мимику и жесты. Как это называется? Искусство чтения тела. Их читало страшно много народу. Да. Но никто не умеет этим пользоваться. Ни у нас, ни в Америке. Это описанный, кстати говоря, эффект такого рода методик. То есть их все с удовольствием читают и говорят да, да, там вот такой же астета значит, такой. Но никто этим не пользуется. Почему? Да потому что существует слишком много деталей в мимике интерпретацию которых надо одновременно держать в голове. Да, а человек, как вы помните, в памяти больше семи подробностей вообще практически физически удержать не может одномоментно. конечно в реальной мимике и жестикуляции в разговоре их гораздо больше. и она хиромант Мария Луиза и мой хиромант пытались объяснить одно и то же, что когда ты перегружаешь обязательное условие, перегружаешь себя информацией о человеке, то тебе вдруг открывается знание о нем. Ниоткуда, ни из миллионов интерпретаций одних и тех же линий, которые написали за долгие века хироманты всего мира. А для тебя рука является своеобразным триггером. Ты пытаешься включить у себя в башке всю эту кучу информации, глядя на руку. Происходит перегрузка и вдруг человек начинает чувствовать другого. Это на самом деле настолько частое переживание, что мы его не замечаем и не относим это ни к метафизике, когда на грани физической усталости, на грани этого самого схождения с ума в бытовом смысле. Когда идет страшная эмоциональная перегрузка с разных сторон, у человека вдруг открывается ясное понимание того, что происходит. И уже ничего ему объяснять не надо и не объяснишь. пусть будет так. Что? Пусть будет так. Просто опять. Понимаете, какая штука? Никто не знает. Это же просто коллективное бессознательное, это просто понятие Юнга, которым с моей точки зрения он, ну, чтобы остаться психологом в середине 20 века. Просто заменял понятие Бог. Хотя все его последователи всегда сейчас советую вам, если вам интересно, то почитайте Джеймса Холлеса, потому что это самый близкий к моим разговорам человек из современных, кого можно свободно купить в книжных магазинах. Почему? Ну, потому что все, начиная со времен Платона, знали, что в этом коллективном бессознательном существуют свои точки идей. Да, вот я уже сегодня использовал это понятие. еще раз вся проблема заключается в том, и вам мне я понимаю, что я говорю о проблемах, волнующих меня профессионалов, но есть ли человек говорит вот эти черти, мои галлюцинации, неважно в данном случае, кем вызваны, есть абсолютная реальность, он безумен. Почему он безумен? Да по той простой причине, что он тем самым пытается отрицать метафизику, вот все те ощущения, о которых мы сейчас говорим. Бога он все свои ощущения пытается воплотить в этой плотной реальности. вот это я хочу, чтобы вы почувствовали. А воплощать их можно только в произведении искусства, в тексте. на самом деле, сегодня это не моя мысль, это мысль Валентины. Валь, воспроизведешь ее или я? Ну, в нашем разговоре просто. Относительно сказки. Ну, ладно, давай я восприниму, а ты меня поправишь, хорошо? Я хотел сказать, что смотрите, на самом деле мы уже говорили, по-моему, об этом или упоминали, по крайней мере. Поход к гадалке успокаивает тревогу. Правда? Человек тревожится за свое будущее. Это нормальное чувство, и он хочет это свое будущее узнать. А правда хочет. хорошее будущее. Что такое хорошее будущее? Не хотим плохого узнать, хотим хорошего. Что такое хорошее будущее? Это сказка. Человек хочет сказки с хорошим концом. он идет к гадалке, к психоаналитику, к психотерапевту, чтобы тот на каком-то своем языке рассказал ему сказку, повесть, роман. обо мне. обо мне. Поскольку у меня самого не хватает уверенности в том, что я сам могу создать какое-то такое творческое произведение из себя, из своей жизни. не то, что даже выделить основные элементы, павлу своей жизни, сюжет своей жизни, походные точки. Я иду к другому, чтобы мне придумали сценарий. что со мной было на самом деле и чего все это значит. Может ли это то, что расскажет гениальный психоаналитик, гадалка, оказаться абсолютной правдой? Только в одном случае, если человек захочет это все воплотить буквально в реальности. И кончится это, как правило, если не безумием, то бедой. Совершенно точно. Потому что это на самом деле был всего лишь текст психотерапевта или гадалки по причине того, что абсолютной истиной о себе обладает только сам человек. Иначе у нас не будет свободы. Как только человек сможет понять, я надеюсь, что он никогда этого не сможет, как устроена эта самая метафизика, он лишится свободы, поскольку им можно будет управлять. Поэтому эта область принципиально не может быть познана, она лишит человека человеческого. я вам могу сказать, что это не моя мысль, мысль другого видного юнгианского аналитика, который сказал то же самое, что мне сегодня говорил Иваря, что любой психиатрический диагноз это в сущности миф, рассказанный врачом о человеке, название, которое дальше, после того, как диагноз поставлен, врач вместе с пациентом начинает воплощать в реальность. Пациент ведет себя как сумасшедший, а врач лечит. Давая таблетки, чтобы человек не вел себя как сумасшедший. И вы зря смеетесь, это не смешной процесс, он происходит каждый день на наших глазах ровно потому, что есть ощущение, что другой реальности не существует. А при этом заболеваем психически? Ну, если этот вопрос ко мне, то я считаю, что это абсолютно тот же самый процесс. Просто само по себе другое заболевание – это некоторый текст, который мы так как не хотим его написать на бумаге или в уме, или на картине, или мы его пишем в собственном теле. Я надеюсь, что когда-нибудь я допишу на эту тему книжку, что-то мне чем дальше тем меньше у меня уверенности в том, что я хватил на это дело ума, но во всяком случае попытаемся совершить этот процесс. написать хорошо, хорошо не получается. в том, что нет. Да вот, и И это все, что я сегодня хотел сказать, потому что самое главное, пожалуй, остается добавить только одно, что вот если вы обратите внимание, то вот эти воплощения всяких разных метафизических знаков реальности мы называем суевериями. В общем, черная кошка, как правило, не виновата, что она черная. Это наша реакция на нее. Поэтому это же ведь один из главных принципов любви человека и Бога, о которой, между прочим, не только Новый Завет, но и Ветхий, конечно, тоже. В котором в этом принципе вовсе не обязательно. Что то, что мы чувствуем, немедленно, прямо сейчас возникло в реальности, как Зевс перед глазами Семелы. Всякому воплощению свое время. А мы, на мой взгляд, должны стремиться воплотить это в прозрачном виде. В текстах, во всяком случае, в произведениях собственного творчества. Все.